я ждем привет вот я думаю что сейчас остальные подключиться я знаю сегодня еще с нашего университета вот поэтому еще минутка и все и присоединяться так я пока подключаю я сейчас свершу секунду привет здравствуйте а ксюша у тебя сейчас выключен микрофон я в курсе да я просто мне пришлось ответить на звонок поэтому я еще передам вам права на всякий случай хорошо я буду тогда организатором буду всех запускать да да ну в общем тогда я думаю мы наверное начнем вот а вы тогда людмила будете запускать когда люди будут присоединяться итак всем здравствуйте друзья у нас сегодня встреча с танцелупан буракаевой это известный башкирский режиссер поэтому прошу любить и жаловать вот и и мы начнем сейчас потихоньку беседу вот танцелупан вы нас слышите все порядке хорошо да точнее наверное я буду обращаться на ты поскольку мы с тобой знакомы уже давно и так будет удобнее немножко общаться танцелупан вот расскажи немножко о себе да когда ты начала заниматься режиссером как ты вот попала на киностудию немножечко вкратце если можно режиссуре я мечтала в детстве потому что у меня сестра она работала в кино она меня вдохновила на это дело и я мечтала в общем но получилось попасть не сразу потому что в гик он был где-то далеко-далеко и в москву меня мама не пускала поэтому я сначала отучилась на художницу но все равно продолжала мечтать о кино и сама же сестра меня потом подтянула к себе она работала в киностудии и мы с ней несмотря на то что я училась на художницу мы писали сценарии и однажды киностудия решила запустить фильм по одному из наших сценариев и мы его начали снимать и всем понравилось что мы его сняли быстро и но она с очень маленьким бюджетом то есть все это было на энтузиазме и участвовали тоже люди в самом на энтузиазме и на такого немножко полухом видео полу приключенческий новогодний фильм и людям понравился этот формат и таким образом меня оставили работать в киностудии потом я сняла еще один фильм уже сама на первом фильме я присутствовал только как автор сценария а следующий фильм не уже доверили снимать как режиссеру но это был молодежный фильм рок-группе там было снимались очень многие молодые музыканты и рейперы и остальная башкетская молодежь и поэтому наверное тоже всем было весело сниматься и мы его тоже сняли а потом уже у меня получилось поехать на учебу но не в Афгик а в Санкт-Петербург вот где мы с Ксенией познакомились и с тех пор вот я окончила институт кино и телевидения и вернулась я продолжала там работать в родной киностудии еще несколько фильмов сняла а потом уже начала заниматься самостоятельной карьерой уже как независимый так и получается делаю разные проекты в зависимости от возможности так я уже коротко рассказала поэтому уже закончила простите у меня там небольшая авария случилась у детей пришлось их немножко отвлечь а вопрос такой птичья нога насколько я знаю ты начала писать сценарий еще до того как поступила вот расскажи как как это получилось удалось ли тебе лично поработать с Михаилом Алдашиным как это все происходило если можно да к сожалению нет не получилось потому что это вот как раз я пока училась на художницу я все время писала сценарий потому что мне говорили если ты хочешь быть режиссером тебе нужно все время писать сценарий вот и когда появился Владислав Байрамголов а он мультипликатор и режиссер мультипликация и он искал башкирскую сказку у сестры сестра моя порекомендовала поработать со мной потому что я хорошо знаю башкирские сказки и у меня была любимая сказка я ему предложила он такой о да хорошо и вот мы так с ним и начали работать но получается я работала напрямую только с ним то есть он мне говорил как писать а потом окончательный вариант сценарий который я написала уже они дальше работали с ним там в москве и получается они его дорабатывали он в итоге изменился почти до неузнаваемости вот но основной костяк там остался но когда ты посмотрела результат вот что ты подумала какие мысли пришли вообще в целом тебе понравилась работа или нет и ты ведь художник вот может быть ты как-то иначе это видела я не знаю саму реализацию проекта да я как раз сегодня об этом думала о том что с опытом уже появляется такая способность исходить из стиля человека с которым ты работаешь и уже изначально писать под его стиль а так как у меня тогда не было опыта это был вообще мой первый опыт в мультипликации и в какой-то наверное в профессиональном таком соприкосновении с кинематографом вообще то я у меня было свое видение вот которое возникло когда я читала оригинальную сказку от которой мы отталкивались то есть там от этой оригинальной сказки почти ничего не осталось кроме вот имени девушки и того что она была вот в потустороннем мире в мире джимов и вот это их большое путешествие вот это все что осталось остальное уже придумали мы с ним в том числе и вот эту вот птичью ногу потому что он говорил что ему обязательно нужна какая-то деталь который бы свидетельствовал о том что то есть что она там изменилась какая-то проблема и мы долго-долго думали и вот придумали такую птичью ногу и если бы у меня был опыт я бы изначально ориентировалась на его стиль он такой немножко немножко детский такой вот именно мир он представляет глазами ребенка я бы сказала но тогда я пыталась писать по-другому из-за этого у нас были ну не конфликты а просто недопонимания мы очень долго не могли на творчество друг другу притереться ругались то есть он на меня ругался я пыталась сделать как он говорит вот и в итоге конечно получилось совсем другое но мне очень понравилось то есть я когда увидел в первый раз окончательный вариант я сидела и думала о какой интересный мультфильм даже я приложила к нему руку вот танцелпан как на твой взгляд вообще как бы все таки вот если взять например японскую мультипликацию она такая очень сильная сильно развитая и так далее вот если такая проблема с русской мультипликации что у нас есть может быть какое-то отставание не знаю в развитии в стилистике нет такого нет нет я так не считаю потому что мне очень нравится вся эта серия гора самоцветов и именно то что они создатели привлекли равных мультипликаторов со всей России то есть мне кажется это очень важно и что они опирались именно на сказки народов в том числе и на сказки очень малочисленных народов и поэтому я считаю что прямо с мультипликацией у нас в России очень хорошо еще мне нравится один проект он с колыбельными колыбельные тоже народов мира там народы мира и народы России тоже и тоже так же вот у меня маленький ребенок сначала она росла на этих колыбельных потому что они коротенькие мы с ней перед сном каждый раз смотрели их потом постепенно мы перешли на гору самоцветов они подлиннее и вот тогда она уже стала более-менее понимать мы перед сном начали смотреть эти мультфильмы слушай а у тебя была когда-нибудь мысль сделать вообще свой мультфильм то есть насколько я знаю ты занимаешься преимущественно кино вот а была ли мысль вот сделать мультфильм все-таки ты художница и у тебя очень не знаю мне кажется оригинальное видение да я очень хочу причем сделать не только мультфильм я бы хотела создать студио мультфильмов и чтобы люди приходили обучались то есть у них была бы возможность как бы поучаствовать я бы сделала упор не на технику то есть мы бы использовали различные техники но это не самое главное самое главное чтобы люди учились чтобы они прямо там же делали мультфильм мучились разным техникам но самое главное, там была бы идея. У меня у самой есть несколько идей, в основном это мультфильмы для взрослых, но можно было бы делать и для детей, и с участием самих детей тоже. Так что такая идея есть. Хорошо. Людмила, у нас там небольшая проблема, у Натальи Злобиной почему-то нет звука, вот, можете написать, не знаете, да? Ну ладно. Я не написала, но что-то мне не срабатывает там. Хорошо. Тан Сулпан, расскажите, над какими проектами вы сейчас работаете, ты сейчас работаешь, и что вообще в жизни у тебя происходит? Вот. Насколько я знаю, ты ездила недавно на выставку какую-то, да? Да, да. Сейчас я в основном занимаюсь, наверное, так сказать, больше в сторону видеоарта, какого-то такого видео ушла, поскольку начала заниматься современным искусством, то есть начала комбинировать то, что умею, и живопись, и видео, и тексты, потому что с текстами я тоже давно работаю, ну вот как сценарист, получается, тоже у меня есть, ну, всегда было стремление работать и с текстом тоже, и меня это очень вдохновляет, потому что я много лет проработала в киностудии, снимала игровые фильмы, документальные фильмы, и, наверное, захотелось попробовать что-то еще. И сейчас здесь я плотно сотрудничаю с Музеем современного искусства «ЗАМАН». Это у нас новый музей, но его даже сложно назвать музеем, это скорее институция, которая поддерживает различные проекты именно в области современного искусства. И вот сейчас мы тоже начали работать над проектом, который изучает железную дорогу, которая идет от Самары до Челябинска через Уху, и что у нас с этой железной дорогой связано. И я вспомнила о том, как мы в детстве жили в деревне Зуяково, такая глухая деревня в горах, в которой не было автомобильной дороги, была только железная, и она все связывала. И из таких далеких районов ездил один поезд в Сибай, про Сибай, наверное, знаете, там сейчас находится карьер, где добывают медь, куда очень много временных выбросов всяких. И оттуда идет поезд до Ухы. Идет он 16 часов, по-моему, то есть очень долго идет. И вот этот поезд он всех связывает. И так как оттуда уехали в основном башкиры в Уху, его в народе называют башкировоз. И я бы хотела так раз сказать о поездах, о том, как мы в детстве ездили, то есть возвращались в Уху. И получается, это не совсем документальный фильм, а больше такой ассоциативный ряд. И мне интересно попробовать просто новый формат. понятна. Слушай, если вот возвращаясь к мультфильмам небольшой вот такой, поскольку как бы у тебя был получатель опыт написания сценария и на мультфильмы, и на художественные фильмы, вот есть какая-то разница или нет, или примерно все одинаково? Я бы сказала, что да, примерно одинаково. После этого у меня еще был опыт работы с мультфильмами. Вот недавно у нас появился проект называется «Балалар». Это в переводе на русский «Дети» просто. И там делают тоже довольно простые мультфильмы. То есть они даже сами называют не мультфильмы, а видеокнигам. Потому что там они наполовину анимированы, наполовину не анимированы для удешевления процесса, чтобы можно было побольше делать. И там я тоже работала. и когда я придумала что-то более сложное, они мне говорили, ну, останавливали, говорили, помни о том, что у нас нет таких технических возможностей. Там пусть они не бегают, пусть они стоят здесь разговаривают, но больше упор делали на диалоге. Вот. Поэтому я думаю, что да, разница только в том, что приходится учитывать какие-то технические моменты, но это мы в кино тоже учитываем. Если у нас там нет возможности снимать погоню на вертолетах, мы, естественно, не будем этого делать. Поэтому я думаю, что особой разницы нет. Ну, если ты будешь когда-нибудь делать мультфильм, ну, по твоей идее и задумке, ты в какой технике будешь его делать? Вот, есть у тебя видение? Или ты будешь его как-то сама рисовать? Или вот как-то это? Я сама рисовать не хочу, но, может быть, какие-то эскизы, скорее всего, я буду делать, и дальше я бы хотела, чтобы работали другие. Большая мысль. Мне тоже нравится. Главное, придумывать, пускай работают другие. Это классно. Потому что, да, это очень, настолько трудоемко, потому что мы здесь, а, сейчас я еще про фестиваль расскажу, который мы здесь проводили. Когда я придумываю какой-то очередной мультфильм, у меня уже несколько придуманных, и сценария на некоторые там начали, то есть, как бы, ведет таких идей, то они придумываются сразу в какой-либо технике. Например, какой-то придумывается именно как пластилиновый мультфильм, какой-то как рисованный. Мне кажется, это зависит от идеи, и чем хороши мультфильмы, тем, что там же можно придумывать какие-то метафоры, которые невозможны в кино. мультфильмы. Вот. И, допустим, у меня очень много переживаний, связанных с моим женским опытом. Например, там, рождение ребенка, это получается всегда как будто бы, ну, у меня было такое ощущение, что меня просто, я как перчатку вывернули вот так вот наружу, и это вроде бы я, а вроде бы это уже не я, потому что я уже вывернута. Вот. И в кино это сложно передать, а в мультфильме это можно. Вот, да, вот когда ты спросила насчет разницы, видимо, да, в этом как раз-таки есть такая вот самая базовая фундаментальная разница. И это можно и нужно использовать, поэтому, да, я сейчас прямо заново вдохновилась, что нужно обязательно все это сделать, потому что это не так сложно организовать эту студию, тем более есть опыт организации фестиваля, мы проводили фестиваль детских анимационных студий, у нас в Башкортостане, собирали работы, которые делали дети со всей республики в разных районах, и оказалось, что в нескольких районах у нас есть прямо школы с очень развитой мультипликацией, в Уфе несколько, и в каких-то неожиданных далеких районах, например, в Хайбунском районе, то есть это вот у нас степной, очень далекий район, его даже называют Чили, потому что он находится очень далеко в степи, и там дети делают очень интересные вещи, и вот мы их собирали, проводили здесь мастер-классы, вот у меня тут приходит сообщение, вам слышно, да, мешает? Что она не мешает? Нет, я сейчас отключу уведомление, чтобы вот так и пока не это, так, так, все, так, чтобы не помешал, и мы как раз там проводили мастер-классы по пластилиновому мультфильму, по рисованному, но рисованный, конечно, сложнее, мы делали там самые-самые такие азы, чтобы дети просто увидели, как, делали перекладку и делали что-то еще, а, делали компьютерную, то есть полностью компьютерную, в четырех разных техниках, сделали даже небольшой документальный фильм, в котором главные герои ходят и тоже пробуют по-разному, то есть взяли маленький такой сюжет, и они этот сюжет один делают в разных техниках. Девушка написала «Мы из Салавата, мы тоже делаем мультики». А, здорово! Лада Иванова, вот у нас участник сейчас, но я хочу сказать, что к нам на кинофестиваль вот «Волшебный фонарь» приходят мультфильмы из Барскелии, довольно-таки много. Да, действительно, они там сами по себе как-то, кто-то, у кого-то есть поддержка там от района, от республики, кто-то вообще просто на энтузиазме, они берут и прямо очень такие хорошие, добротные вещи делают, именно с изюминкой какие-то интересные очень. Поэтому фестиваль этот у нас был в 2017 году, и все потом говорили, и у нас и призы там были, и всех позвали, и все говорили, проведите, пожалуйста, еще, проведите еще, но вот у нас пока, к сожалению, до сих пор не получается, а так бы мы, конечно, очень хотели провалить дальше, возможно, и получится. Так, коллеги, есть ли у кого-то еще сейчас вопросы, либо я буду продолжать задавать, потому что я всегда так как-то забираю и задаю вопросы, и никому не даю ничего сказать. Вот, поэтому я предлагаю. Да, Татьяна, если напишешь свой вопрос, мы его озвучим. Хорошо. Давайте тогда пока дальше. Танцулпан, вот расскажи, знаешь, мне какую интересную вещь. У нас здесь очень много начинающих режиссеров, вот, и мне интересно твое мнение. Как ты считаешь, какие самые распространенные ошибки делают начинающие режиссеры, и вот как, на твой взгляд, можно было бы их исключить? Может быть, страдает, я не знаю, там, работа с актерами, когда ты смотришь, такая думаешь, ну ладно, пускай как-нибудь сыграют, на монтаже вытянем. Может быть, что-то из такого, может быть, что-то другое, простите, у меня тоже уведомления приходят. Танцулпан, вот как ты думаешь? Не знаю, мне кажется, это настолько индивидуальная вещь, и если акцентировать на ошибках, то они могут еще больше испугаться. Мне кажется, нужно просто делать и все, не обращая внимания. То есть, понятно, что какие-то ошибки будут, потому что некоторые вещи приходят только с опытом, но если этого опыта не будет, не на чем будет учиться, и поэтому нужно, мне кажется, просто снимать и снимать, если есть желание. Мне кажется, что первые лет 10, наверное, можно протянуть на энтузиазм, пока он не иссякнет и уже не появится желание делать что-то большое, что уже невозможно делать без какой-то финансовой поддержки от государства либо от других источников. Поэтому, если есть желание, просто надо брать и снимать. А зритель потом сам скажет, где там недостаток конкретной работы. Ну, а как насчет профессионального образования? Просто я знаю, что ты еще до поступления, например, в университет уже снимала какие-то фильмы. И вот после поступления в университет, после окончания университета вот как-то повлияла на тебя учеба, профессиональные знания, я не знаю, которые там в нас засовывали наши преподаватели? Да, и это очень важный момент, потому что я была в таком положении, когда ко мне относились высока и говорили, а там она самозванка пришла с улицы и начала снимать со стороны профессионального сообщества. когда я потом отучилась, у меня появилось образование и уже ко мне начали относиться о, типа, вот ты молодец, ты уже стал нашим. И я как-то против этого снобизма, хотя он, наверное, у меня тоже есть, потому что сейчас я уже умнее образование, я член союза кинематографистов, но я считаю, что это вообще нездоровая тема, потому что профессиональное образование, оно нужно для чего? Для того, чтобы помогать тебе, но это не маркер того, что ты достойный режиссер и получил диплом и можешь себя гордым режиссером называть. Я думаю, что человек становится режиссером в тот момент, когда он начинает снимать, потому что это всего лишь функция, которую ты на конкретном проекте выполняешь. Поэтому я была и по эту, и по ту сторону и думаю, что можно снимать, точнее, нужно начинать снимать, когда у тебя нет профессионального образования, потому что кого-то это может останавливать. Синдром самозванки, он же есть у многих, и человек думает, о, вот я пока не отучусь, я, наверное, не имею никакого права снимать или еще что-то делать. Зачем? Время же идет, а если надо будет, можно и отучиться. Это просто такая хорошая подпорка, я думаю. мы получили очень много от преподавателя, от нашего мастера, если, допустим, первое образование, которое я получала художественно, я там очень много пропускала, потому что у меня не было какого-то внутреннего стремления все это получать, впитывать, в институте кино и телевидения. Я вообще, по-моему, ни одной лекции не пропустила, в которой могла только по усталости проспать, потому что ну там очень, у нас было зверское расписание, а так вот прямо очень хотелось все впитывать, поэтому я думаю, это такая вещь ситуативная, если нужно, то, конечно, какие бы ты книги могла посоветовать юным режиссерам почитать, ознакомиться, вот что тебе самой помогло? Вот меня вдохновила книга Александра Митты «Кино между Адом и Раем», это вот прямо был такой толчок, мне еще было лет 17, когда мне ее подарили, я прочитала и такая вот прям вдохновилась, вот наверное ее я бы порекомендовала для начала, а так наверное даже сложно сказать. Из технических сложностей какие сложности тебе давались труднее? Может быть монтаж, там я не знаю, написание диалогов, ну то есть кино, это же не просто ты пришел, организовал съемки и все, то есть это же большая очень кропотливая работа и как режиссер ты вынужден участвовать буквально во всем, то есть и в написании сценария, и в переговорах, даже в продюсировании, вот, это самое прям, наверное, нелюбимое иногда, но к сожалению так, и монтаж, там, я не знаю, сведение звука, в общем, везде, вот. мне нравятся все технические аспекты, я их прямо очень люблю, сложнее всего давалось работать с актерами, потому что я работала с профессиональными актерами, и они привыкли работать с профессиональными режиссерами, а так как я тогда, у меня вообще не было никакого опыта, то я пыталась как-то с ними взаимодействовать, но у меня не хватало, и сейчас нет, но просто как бы научилась работать по-другому, профессиональные там терминологии театральные, там, оценка, там, еще что-то, вот этого всего я не знала, и, но мне помогло то, что я просто давала им работать над ролью, и мы просто делали очень много дублей, но, когда я вижу, как они играют, я там, как Станиславский верю или нет, то есть, это я безошибочно чувствую, но именно сложность была в том, чтобы объяснить, так, чтобы они это сделали, и так как я не могла им объяснить, мы просто повторяли, я каждый раз чуть-чуть поправляла, говорила, вот здесь это может быть чуть-чуть вот так вот сделаешь, вот здесь вот так вот, и так как у театральных актеров, у них все-таки большой опыт, они его уже получают, когда учатся на актеров, там, все эти четыре года их очень сильно натаскивают, и они понимают, труднее всего было работать с непрофессиональными актерами, потому что я им объяснить не могу, и они меня не могут понять, это было очень сложно, и не везде у меня получалось вытянуть, в чем проблема непрофессиональных актеров, вот, кстати, тут я могу поделиться фишкой, когда работают с профессиональными актерами, они заполняют все паузы, то есть, например, идет диалог, профессиональный актер произносит, то есть, один актер произносит свою речь, и даже если он произносит долгий монолог, второй сидит и его слушает, он дает оценку каждой фразе того, кто говорит свой монолог, и в итоге ты можешь взять кадры обоих, потому что они наполнены, вот эти крупные планы у обоих, их можно показывать, ошибка, ошибка, то есть, не ошибка, просто свойства непрофессиональных актеров, они говорят свою реплику, а потом сидят и ждут, когда там следующий скажет свое, и получается, что ты можешь во время монтажа взять только крупный план того, другого актера, который свою реплику произносит, опять-таки, в мультиках же такого нет, ты сразу рисуешь все, что нужно. Да, да, в мультиках все по-другому, да. И там не надо делать слишком много дублей, я думаю. Там же вообще не надо делать дублей. Ну, смотря в какой технике, мне кажется, делать. А в какой? Ну, я не знаю, там, если, допустим, это какая-то перекладка, тогда ты можешь сделать там много дублей. Ну, да, или там кукольные, да, если там они, там какие-то живые движения там есть, туда, туда, там может быть дублей, да. А вот у меня была другая проблема. У меня была проблема однажды, когда я работала с профессиональными актерами, они очень дико призничали на съемочной площадке. Мне было прямо тяжело, потому что я не умею включать в себе такого, я не знаю, Ларса Фонтрира, могу сказать, как сидеть, молчать, ждите свои, в своей очереди. Вот, а как ты с этим справляешься, если начинаются капризы? Да, причем у меня капризничали всегда мужчины, да. это были алкоголики. Я бы очень не рекомендовала работать с пьющими людьми, потому что если человек выпьет на съемочной площадке, если он алкоголик, то он будет пить еще и еще. У нас было такое, что там человек просто между дублями лежал, пьяный, валялся. Мы его поднимали, а это был профессиональный актер, и он прямо вот отлично все произносил, весь свой монолог, и потом снова валялся. Такие были штуки. Поэтому это моя дочь кричит. Я даже не слышал, я не слышал. Коллеги, есть вопросы, вот я вижу, Наталья Злобина наконец-то нас слышит, ура. Наталья, может, хотите задать какой-нибудь вопрос? Слушайте, я не хочу задать вопрос, я ничего не слышала, о чем вы говорили. Вот вчера только была на вебинаре, я единственная, тема у вас какая тема сегодня? У нас тема начиналась с мультиков и сейчас перешла к работе режиссера на съемочной площадке. Понятно. У меня пока нет вопросов, я вас послушаю. У меня единственное предложение, я вчера аниматором скидывала, ссылка на международный кинофестиваль «Алый парус». У нас там есть анимация и разные номинации «Экология, природа, патриотизм, туризм». Год педагога и наставника. Могу ли я тоже вам ссылку скинуть, потому что вчера аниматором предложила и люди выслали нам у нас «Алый парус». Простите, что-то не там пошло. Не знаю. Людмила, вас не слышно, если вы говорите что-то. У вас звук отключен. Да, я хочу сказать, что ссылку кидайте, а время занимать сейчас лучше этим не нужно. Да, тем более у нас осталось всего шесть минут. Поэтому хотелось бы как-то нам дальше общаться. Тан Сулпан, расскажите, какие проекты у тебя будут сейчас, что планируешь, над чем работаешь, если есть какая-то работа над каким-то фильмом. Да, я сейчас планирую завершить свою короткометражку, которую сняла несколько лет назад и все еще никак не могла ее закончить. Сейчас я ее демонтирую, выпущу, надеюсь. И также должна выпустить фильм документальный об экологических проблемах в нашей республике. Называется «Дочери Хумай». То есть это именно о женщинах, так как я феминист, я вот именно хотел показать активистов, женщин, которые борются за разные наши горячие экологические точки. Слушай, меня последнее время удивляет, наверное, то, что в Якутии очень сильное кино сейчас, в Башкирии очень сильное кино, даже в Бурятии сейчас очень сильное кино. Вот как ты думаешь, с чем связано развитие регионального кинематографа, потому что когда присылают на кинофестивале какие-то фильмы, я прямо удивляюсь, я думаю, боже мой, вот в регионах, где в общем-то не так много денег дают на фильмы, а делают такие вообще просто прекрасные штуки. Может быть, это связано с тем, что в регионах есть у людей все-таки какая-то свобода творчества, и они могут делать что-то уникальное и классное, вот, потому что то, что происходит для телеканалов или для каких-то онлайн-платформ, хотя, если честно, есть на онлайн-платформах хорошие фильмы какие-то, они ставят какие-то рамки, то есть загоняют режиссеров в какие-то рамки. Может быть, с этим связано? Вот как ты считаешь? Да, я думаю, еще просто скопилось очень много потенциала, а так как все деньги, они всегда были сконцентрированы в Москве и в меньшей степени в Санкт-Петербурге, а в регионах просто очень много интересных тем, очень много всего интересного происходит, но как бы равномерно по всей России происходит очень много интересного, у одних есть возможность, а у других поменьше, и мне кажется, оно вот так вот накапливалось, накапливалось, а вот последний бум, он связан с удешевлением процесса, потому что когда все снималось на пленку, все спонсировалось государством, ну то есть нужны были огромные какие-то деньги, чтобы что-то делать, просто это возможности не было, как только появилось видео, видеокамеры, возможно снимать, то это прямо вот как вырвалось наружу, и вот сейчас бурно развивается, и я прогнозирую, что будет еще больше, потому что стало, сейчас можно снимать и на телефон, что люди делают, и различный там блогинг, там рилсы, все это активно развивается, и прямо у людей очень много интересных идей, и каких-то региональных штук, которых нету в столицах, поэтому я думаю, что все еще будет еще круче. Ну а как ты думаешь, в чем секрет успешности проекта, как снять классное кино? Я думаю, что должна быть интересная идея, то есть она должна быть не вторичная, вот как, допустим, делать тренды, да, сейчас появляется, кто-то первый снимает, а потом еще там 100-500 человек снимают то же самое, мне кажется, это не очень интересно, а надо придумать свое, и потому что многие люди даже не обращают внимания на то, насколько интересные штуки с ними происходят, на какие-то повседневные штуки, на какие-то геологи, какие-то простые бытовые вещи, это же все очень интересно, и если это фиксировать, то получится очень интересно документальное кино, игровое кино и мультфильмы, поэтому я думаю, что надо обращать внимание на это, быть внимательнее, мне кажется, к окружающему, они пытаются какие-то блокбастеры выдумывать. У нас осталось минута 20 секунд, и, так сказать, я бы хотела просить тебя, можешь ли ты пожелать что-то участникам кинофестиваля, это начинающие режиссеры, которые, многие делают мультики, многие делают игровые фильмы, социальные ролики, вот что ты можешь посоветовать? Я бы посоветовала, да, не обращать внимания на какие-то внутренние сомнения, потому что самое главное это желание, вот, и все остальное, оно само собой нарастет, и больше общаться, я думаю, с себе подобными, как бы тоже с начинающими режиссерами, с профессиональными режиссерами, набираться, вдохновляться, заряжаться новыми идеями, и посылать свои работы вот на фестивале тоже, это тоже очень важно во время фестиваля именно общаться с коллегами, поэтому просто пожелаю удачи в вашей работе, вот, спасибо большое, что пригласили, спасибо, что согласилась, спасибо, что это замечательное, спасибо, спасибо большое, я надеюсь, мы тебя еще не раз увидим на нашем кинофестивале, и мы еще как-то проведем, может быть, какой-то мастер-класс, да, конечно, с удовольствием. Замечательно было бы. Спасибо большое.